здравствуйте дорогие мои друзья и коллеги мы вновь находимся у меня на участке сегодня у нас 12 ноября я хотел бы в этом ролике коснуться одного очень интересного момента с которым не пришлось столкнуться на данном этапе такую вот такой сюрприз преподнесла нам погода в самом самом начале ноября такого я что-то на своей памяти давно не припоминаю в таких условиях мне я просто не успел положить свое сухое укрытие сделать положить соломку и прикрыть своим рубероидом но здесь все за и все против я решил при помощи своей снеговой лопаты в течение двух часов вы видите я закрыл свой виноградник снегом то есть вы видите что вот у меня на одном из рядов после того как я накидал снеговой лопатой вы видите какая толщина этого снежного покрова вот мы сейчас вместе с вами посмотрим вы видите что я до земли опустил свой метр и на данном этапе высота снежного покрова на одном из рядов составляет 50 сантиметров этого оказалось достаточно как я считаю чтобы защитить и надежно себя чувствовать таких непростых условиях которые погодных условиях которые установились на данном этапе на витебщине стали уже у нас проявляться морозы на уровне 10 градусов но под таким зимним покрывалом какое имеется у меня на винограднике мне нечего опасаться так как общеизвестно что каждый сантиметр снега повышает температуру под укрытием на один градус то есть даже при 20-ти градусных морозов которые нам как бы обещают ближайшее время но я не думаю что такое произойдет виноградник будет надежно как бы защищен от этих вот не пониженных температур ну напрашивается вопрос а если же все-таки снег растает а законы природы как вы знаете никто не отменили не отменял потому что он лег абсолютно на незамерзую землю в этом случае мне туда придется повторно поработать сделав уже основательное зимнее укрытие но пока что как я уже подчеркнул не опасаться нечего земля еще не остыла там бы плюсовые температуры на не абсолютно не застывшая была а снег является прекрасным теплоизоляционным средством и довольно неплохо лозы под ним будут дышать поэтому я пока что ничего не опасаюсь и настоятельного тоже рекомендую людям северных регионов которые попали в такую ситуацию как и я воспользоваться одним из способов самым дешевым я считаю самым надежным одним из самых надежных и самых быстрых потому что мне свой виноградник удалось буквально за два часа полностью закрыть этим снегом что еще о чем я хочу сказать это конечно для меня в диковинку закрытия винограда снегом я как-то всегда старался все это как-то вовремя сделать но это до того оказалось неожиданно для жителей витебщины поэтому считаю что это самое правильное решение которое я принял на данном этапе надеюсь что она не подведет меня и лозы с честью выйдут с зимовки ну опять же я говорю что если двух снег и сойдет то придется вновь мне заняться укрытием винограда вот в принципе то о чем я хочу вам рассказать хотел рассказать в этом ролике поэтому с вами был вадим точили всего доброго до новых встреч а